Девушки отдыхают Деда, посмотри туда, в зеркало Да я смотрю, он там очень красивый Да, посмотри в зеркало Дедушка посмотрел, брата Внизу, да, замечательно Спасибо, это и гости Спасибо, гости Ой, тяжелый дом, тяжелый До осени, до нём пара Это с садаком Молан, садаком Ой, что он делаешь с нами? Ну как, получается? Ну как, получается? Получается А как ты думаешь, что получится? Что получится? Скажи Ну давай, давай Есть в Нижнем Новгороде Удивительный храм Храм всемилостивящего спаса В нём находится одно из Зафиксированных чудес Мироточащая икона Святой Пороскевы Чудодейственная икона А на стене храма Мемориальная доска Совершенно уникальной надписью В память протоиерея Николая Боголюбова Воспитавшего для России Трёх сыновей академиков Николай Михайлович Боголюбов Бил с собой особый образ Пастерского служения Русской Православной Церкви Он был видный церковный деятель И до Октябрьского переворота 1917 года И очень много сделал Для сохранения веры Христовой Во времена гонений Здесь, в Нижнем Новгороде И вот его сыновья Николай, Алексей и Михаил Пошли служить По светской линии Науке И оставили свой большой след В жизни нашей науки Как физики, математики А младший Михаил Уже как рингвист Мемориальную доску Открывали два сына Отца Николая А старший Николай Николаевич Боголюбов Не дожил до этого события Но именно свет его личности Озряет весь славный род Боголюбовых Николай Николаевич Вот прошел Какой-то совершенно невероятный путь Вы знаете, когда я вот Познакомился С ним И с его биографией То я понял Что это действительно Просто Какой-то случай Невероятный Гений Безусловно Боголюбов Это неповторимая величина В науке И вот даже сейчас Если открываешь его Труды Они издаются И вот сейчас выходит Многотомная серия его трудов Вот и открываешь И просто поражаешь Что один человек Мог вот столько сделать Причем как сделать Каждая работа Это эпоха Думаю, что Природа Вот сошлась на этом человеке Я думаю, что это раз Во многие-многие сотни лет Чтобы родить Вот такого математики Я недавно перечитывал Ну просто перечитывал С захлебом Вот как самый лучший роман Читаешь Его четыре тома Посвященные Статистической механике И Кинетике Что я вам могу сказать Вот читаешь И Ощущение восторга Перед человеческим гением Ощущение Понимаете Не то, что Как вот такое сложное А как человек мог додуматься Что это так просто Можно все изложить Это величайший ученый Естественные испытатели Это вот Такого ранга И близкого к этому Как Допустим Адри Пуанкара Тоже Таких люди Таких Такие люди Редкость Вклад Николая Николаевича В понимание Мироздания Мы сопоставим С такими Гигантами Как скажем Ньютон Мы точно знаем Место Где начался Земной путь Гения Это событие Произошло здесь В старейшем родильном доме Нижнего Новгорода Который называют Роддомом На Варварке Скажите А вот вы не знаете У вас В роддоме Много гения В роддоме А мы можем Со всей Определенностью Сказать Что 21 августа 1909 года В семье Профессора Богословия Николая Боголюбова И преподавателя музыки Ольги Люминарской Родился Выдающийся Младенец Которого Нарекли Именем Николай В трехлетнем Возрасте Он вошел В церковь Во время службы Через царские Врата И няня Предсказала Мальчику Что он достигнет В жизни Очень больших Высот Отец Стал известен Среди религиозных Философов Благодаря Своим Научным Трудам В которых Он следовал Принципу Что проверка Евангельских Истин По методу Не отличается От всякого Другого Познания Но происходит На почве Нравственного Опыта Ему предложили Занять место Профессора Богословия В Киевском Университете И семья Переехала В Киев Город Который Станет Любимым В жизни Коти Так называли Старшего сына В семье Он даже Говорил так Говорит Вы знаете Если кто-нибудь Вам скажет Я сам помню Он говорил Что видели Меня Прогуливающимся Вечером По улице Горького То скажите Что Он сошел С ума А если кто-то Скажет Что я гуляю По Крещатику Так это правда Это для удовольствия В детстве И фактически Крестным отцом Миша Стал Котя Старший брат Которому было Всего-то 9 лет Первое Моё воспоминание Это связано С тем Что Николай Николаевич Меня за рубашку Вытащил Из воды Когда Никто Не наблюдал Вот За мной Я вошел В реку Вот И Видимо Мог и потонуть А если бы Николай Николаевич Не заметил И не вытащил Меня за рубашку Вот На 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 берег А потом Он всю жизнь И Так Судат Заботился Во мне Чтобы прокормить семью Отец пошел Священником В сельский приход В Великой Круче Началась совсем Другая жизнь Братья молотили Цепами хлеб Ухаживали за поросенком Местная семья Летка Единственное учебное заведение Которое закончил Николай Боголюбов Однажды на уроке Он услышал Главной целью Исследования Внешнего мира Является Открытие гармонии И рационального порядка Который Всевышний Ниспослал миру И открыл нам На языке математики Вдруг стала очевидна Истина Что язык природы Математика И главное Что он понимает Этот язык Десятилетия спустя Всемирно известный ученый Николай Николаевич Боголюбов Расскажет о своем далеком детстве Ученикам математической школы Я помню, что с детства У меня была непримиримость К внутреннему логическому Противоречию Вот я помню Когда в свое время Отец рассказывал мне сказку Про Аленушку Которую должна была Поймать ведьма И вот эта ведьма Умела летать на метле Что она умела летать на метле Для меня было совершенно хорошо Все в порядке Но вот когда в конце сказки Уяснялось, что она не может Догнать Аленушке Я страшно возмущался Как же не может догнать Сердце на метлу и догоняй Семья вернулась в Киев Когда Коте было 13 лет Его знания по математике Равнялись математическому Факультету университета И Вундеркинда взял к себе В семинар знаменитый математик Граве Однажды семинар посетил Еще один знаменитый математик Крылов Это решило судьбу Коти Он обрел учителя Академик Крылов был единственным Сотрудником кафедры математической физики Вторым стал аспирант Вундеркинд Боголюбов Которому Крылов Выхлопотал зарплату С учетом феноменальных способностей В одночасье Котя стал Николай Николаевич И такой был толстоватенький Вот Похожий на студента Но он и был Фактически студентом И Я видел Что этот человек Одержимый Который занимается наукой Весь день Наверное и всю ночь А я это все знал Потому что жил Маленьким еще тогда Значит Жил в доме В котором жил Крылов Взявший к себе В квартиру Николая Николаевича Я не был с ним знаком В то время Я просто видел и знал Что это тот Боголюбов Вундеркин Крылов брал аспиранта с собой Даже когда ходил в гости И все время воспитывал Иногда громко восклицаясь за столом Николай Николаевич Вы кажется Позволяете себя чавкать Николай Николаевич Был ровесником Этих молодых людей Когда опубликовал Свой первый научный труд Эту работу Высоко оценил Заменитый итальянский Профессор Тоннелли Прислал восторженный отзыв Математик Геральд Бор А вот интересно У вас уже вот такие Как в наши годы Была уже какая-нибудь Своя научная проблема Вы над чем-нибудь задумывались? А я уже имел Такую некую научную проблематику Я так связан был туда Примерно в это время уже Вот с покойным академиком Николаем Александровичем Крыловым И он так дал мне Некоторые такие темы Для самостоятельных исследований Например, поведение Решений линейных Диффикенциальных Ухранения на бесконечность Крылов заменил Своему 16-летнему Аспиранту семью Отцу предложили Переход в Нижнем Новгороде И Боголюбову переехали Рано повзрослевший мальчик Очень тосковал по родным Каждый приезд в Нижний был праздником Он много времени проводил с братьями И он с каким-то терпением И с интересом Выслушивал отдельные слова Спрашивал Вот, почему я так говорил Или почему так сказал Допустим, смешного исполнения Ребенком молитвы Отца и сына и святого духа Аминь Вот что-то произносилось Вроде Старший брат посоветовал ему Изучать восточные языки И таким образом Стал крестным отцом И в науке Михаил Николаевич Боголюбов Крупнейший отечественный Специалист иранской филологии Он избран в Иране В число незабываемых личностей Этого почетного звания Тому достойны всего лишь Несколько иностранцев 35 лет Михаил Боголюбов Был деканом Восточного факультета Ленинградского университета Куда поступил В очень нелегкое время Семья только что Пережила большую трагедию В конце 20-х Деятельность священнослужителей Была по-настоящему пастырской Отец Николай Боголюбов Своими проповедями Укреплял Пожатнувшуюся веру в Бога Михаил Николаевич Хорошо помнит Как послушать его Приезжали люди со всего города И это не нравилось новой власти Сам дом у них находился Напротив храма Буквально вот В 50 метрах Когда их попросили освободить Этот дом Им пришлось ютиться На колокольне На колокольне Есть небольшая Комнатушка Она буквально 3 на 6 метров 18 квадратных метров Где пришлось Всей семье Разместиться И вот Когда они приезжали сюда Открывали вот Мемориальную доску По благословению Митрополита Николая Оба брата И Алексей И Михаил Вспоминали Что до сих пор Они помнят Сколько ступенек Железных Ведущих В эту комнату В этой колокольне Митрополит Николай Тогда спросил Откуда же вы помните А как, говорит, не вспомнишь Приходилось За день По два или три раза Взад-перед ходить То за водой То за дровами В то трудное время Профессор богословия Николай Боголюбов Который всю жизнь Носил небольшую бородку Демонстративно Отпустил бороду Чтобы подчеркнуть Свою принадлежность К церкви Он мужественно Нес свой крест И семья Поддерживала его Когда отца Неожиданно арестовали Каждую неделю Носили в изолятор Передачи с надеждой Хоть краем глаза Увидеть его Маленького Мишу Как сына священника Не брали в школу Однажды Я Уже Разрешили мне Сесть в класс А потом Когда Первое сентября Состоялось То Я был Заведующей школой Прямо вызван В классе Сказали Боголюбов Да Ты Не будешь здесь заниматься И ввели Другого Мальчика Мысль о том Что отец в тюрьме Не давала покоя Старшему брату Николаю Он решил Хлопотать за отца Митрополит Сергий Посоветовал Пойти к Минжинскому Но предупредил Что можно и не вернуться Николай все же пошел И вызволил отца Однако тюрьма Подорвала его здоровье Через несколько лет Отец умер Опорой семьи Стал старший брат Он шутя так Нам позволял И моему среднему брату То есть Алексею Николаевичу Вот называть его Отец-благодетель У него такое Да, семейное Было прозвание Отец-благодетель Он уже был Аспирантом У него был Некоторые Были Возможности Приезжать И нас Скажем С собой взять На ярмарку Нижегородскую У него были И для этого Так сказать И некоторые Финансовые Вот Для этого Обстоятельства Приписаны Отцом-благодетелем Его потом По жизни Называли еще не раз Научная школа Боголюбова Была многочисленной А отношение его К молодым ученым Бережное Отеческое Без всесторонних знаний Невозможно решить Те сложнейшие Научные проблемы Над которыми Работает Лаборатория Теоретической физики Института Возглавляемая Академиком Николаем Николаевичем Боголюбовым Сейчас он Вместе с Профессором Лагуновым Молодым физиком Тавхелидзе Обсуждает Новые работы Лаборатории Он понимал Что В научных Исследованиях Если что-то Человек Придумал Или идея Его какая-то Легко Можно отвергнуть Ведь есть Часто Очень творческие Люди Но Сильные Натурой А есть Люди Очень творческие И С большим Потенциалом Но не Уверенные В себе Понимаете Для того Чтобы Сделать Этого Человека Чтобы Он Поверил В себя Надо Ему Чтобы У него Были Успехи И Тогда Он Начинает Раскрываться И Николай Николаевич Это Чувствовал А мы Это Собственно Я Это Просто Видел Как Он Бережно Относится К каждому Человеку После Встречи С Николаем Николаевичем Независимо От Того Одом Или То Что Сделано Или Там Надо Что-то Было Изменить Подправить Или Там Возникли Какие-то Проблемы После Такого Научного И человеческого Общения С ним Когда Спускался По Лестнице Оттуда Вот Просто Хотелось Перепрыгивать Через Ступеньки Такая Радость Была Он Сам Был Готов Летать От Счастья Когда В 18 Лет Болонская Академия Наук Присудила Ему Престижнейшую Премию Или Когда В 20 Лет Стал Доктором Физико-математических Наук Тогда Николай Боголюбов И его Учитель Николай Крылов Основали Нелинейную Механику Новую Науку Имя Молодого Ученого Зазвучало На Международных Конгрессах Его Пригласили В Португалию Делать Доклад По его Работам По нелинейной Механике Но Естественно Боголюбов Никакого Португальского Не знал Но Ехать Он Считал Для себя неприличным Ехать И не знать Языка За пару месяцев Он выучил Португальский Приехал туда И сделал доклад На португальском Так что Никто не мог Ну акцент Это да Но ошибок В построении Так сказать Доклада Никто Не нашел Однажды В дом Крылова Пришел человек Который предупредил Что готовится Разгром Киевской школы Нелинейной Механики На съезде Математиков Будет Прочитан доклад С критикой Математического Содержания Работ Боголюбова И Крылова Несколько дней Не выходя из дома Николай Боголюбов Готовил ответный доклад И выстояли Разработанные Ими методы Освоила промышленность Их важность Доказала практика Эти методы Используются во всех Инженерных расчетах То есть В кораблестроении В авиастроении В ракетостроении И так далее И так далее И так далее То есть Без этого Нельзя представить Современную инженерную науку И естественно Многие забывают Когда это выходит Уже на уровень Инженерных расчетов Там многие уже И не помнят Собственно Откуда Откуда это есть Пошло И кто автор Этих результатов Школа Боголюбова Крылова Очень быстро Стала школой Мирового значения Только не заводи Семью Напутствовал Своего ученика Крылов Провожая в Париж Он был уверен Что семья Будет мешать науке Не знал учитель Что в сердце Его ученика Уже давно Поселилась юная особа О ней он думал Гуляя по улицам Парижа После лекции Которые читал Французским ученым Ей каждый день Писал письма Жизнь в Париже Сосредоточена на улице Все кафе имеют навесы Сидят Пьют аперитивы Это вроде наших сиропов Только напоминает лекарства Читают газеты Целуются Был на Эйфелевой башне Там есть механический оракул Бросил монету И получил ответ Твоя подруга Скучает вдали от тебя Подруга Женя Пирашкова Вскоре стала женой Женой, которая взяла на себя Все заботы о семье Бытие Рядом с которой он мог работать Не отвлекаясь ни на что Я спрашиваю Генин Николай Николаевич На вас голос поднял А вы молчите Говорит Виктор Григорьевич Неужели вы не понимаете Что Николай Николаевич гений А я его помощница И когда она нервничает Я должна молчать Чтоб не дай бог Больше его не раздражить Услушайте Где вы найдете Такую, так сказать Пару Которые так бы Друг друга понимали А точнее Где вы найдете Такую жену Которая так понимает Свою мужу Известно, что Николай Николаевич Любил за работой Пить чай Крепкий и горячий Но чай имеет свойство Быстро остывать Так вот супруга Ему постоянно меняла чашку Чтобы чай был Все время горячим Сколько надо Выпить чашек горячего чая Чтобы решить Кинетическое уравнение Над которым Бились великие умы Человечества Людвиг Больцман Предложил уравнение Решение, которое Описывало Необратимые процессы В газах Пятьдесят лет Потом не могли понять Как из обратимых Уравнений Движения каждой частицы В отдельности Возникает Необратимое движение Всех частиц И вот Николай Николаевич В своей гениальной работе Проблемы Динамической теории В статистической физике Вот Он дал решение Этой задачи Для этого Ему пришлось Построить Ну очень такую Красивую теорию Вести Многие понятия Вот Это результат Очень фундаментальный То есть его Грубо выражаясь Его нельзя намазать На хлеб Как масло Казалось бы Но Николай Николаевич Дал рецепт Как вообще Нужно эти уравнения Получать Из общих принципов И Как получать Уравнения Гидродинамики А вот Как раз Последние То И тинетические уравнения И уравнения Гидродинамики Они используются Очень широко В самых Различных Областях В том числе Прикладных Поражало Какие сложные Вычисления Боголюбов Совершал в уме Он делал это Параллельно Беседую с коллегами На заседаниях На работе Дома На всю мощь Включенное радио Не мешало А даже помогало Все написанное В торопях Потом набело Переписывал Шутил Что занимается Рукоделием Хорошо отдохнуть Для него означало Хорошо поработать Головой У него Хобби было Только одно Только заниматься Наукой У других Там Я знаю Любят ходить В теннис Играть Третий На автомобиле Кататься А у Николая Николаевич Единственное Хобби было Когда он Свободен И когда он Приходил домой Он мог сидеть Часами Заниматься Наукой Писать Формулы То есть Он был Как бы Композитором Он мог Придумывать Какие-то Новые Идеи Постоянно Вот И потом У него Была Такая Особенность Что Он Как бы Я Так бы Сказать Попросту Что Он мог Играть Сразу Он был Как бы Гроссмейсер Мог Играть Сразу На 10 Шахматных Досках Американцы Например С удивлением Узнали Что Боголюбов Это Один Человек Им Казалось Что Работают Знаменитые Однофамильцы Его Выступление В Сиэтле Ознаменовало Новый Этап В развитии Физики Сильных Взаимодействий А доказанная При этом Теорема Стала Основой Кончился Трагически В полете Отказал Двигатель Панику Остановили Советские Ученые Боголюбу Заказал Стюарду Виски Потом Коньяк Народ Присоединился При поднятом Настроении Совершили Аварийную Посадку Была Назначена Встреча С Кеннеди Накануне Его Застрелили Американский Президент Хотел Поговорить С ученым На счету Которого Например Обоснование Сверхтекучести Когда мы Допустим Оцениваем Величайших Художников Скажем Рафаэля Мы видим Его картины Вот Если Взять Работу Допустим Вот Например Работу Сверхтекучести Николай Николай Это Очень Красивейшее Произведение Ну Это Вот Так Как Картина Рафаэля В своей Области Вот Это В области Физики Это Так Элегантное Так Она Просто Написана Так Удивительно Просто Вскрыто Целое Явление Сверхтекучести Механизм Сверхпроводимости Тоже Был Решен Боголюбовым Но Как Уже Не раз Случалось В истории Лавры Достались Не ему Вот Я помню Хорошо Мы Шли В Дубне Он Сказал Я Нашел Решение Сверхпроводимости И дальше Он Вот Свой Построил Свой Могучий Аппарат Который Он Использовал Когда-то Для Сверхтекучести И Эту Проблему Решил Причем Решил Изящно И так Если Возьмете Сейчас Учебники Скажем Ландау Ливши Один Из наших Лучших Учебников То Там Изложение Сверхтекучести Сверхпроводимости Идет Точно По работе Богорюбова То есть Один К одному Когда он Это докладывал Докладывал На семинаре Ландау И все Это было Понято И Это Большой Был Семинар На котором Николай Николаевич Все Рассказал Но Затем После Сказали Что Работу Какую Сделали Вот Бордин Купер Шлифер Есть Припринт Вот Но Она была Достаточно Сырая Эта работа Пальмам Первенство Досталось Американцам Бордину Куперу И Шлиферу И Нобелевская Премия Боголюбов Мог бы Сделать Своё Открытие Раньше Но Помешала Работа Над бомбой В Арзамасе 16 Он Не хотел Туда Ехать Одна Из причин Почему Он В атомном Проекте Принял Участие Кроме Вот Таких Общих Там были Проблемы У киевского Брата Алексея Николаевича После войны Достаточно Серьезные Проблемы Он В оккупации Оставался Алёша В лагере Поднарильском Эта Заноза В сердце Не давала Дышать Он Хлопотал И добился Своего В Арзамасе Физики В шутку Придумали Комуну Названную ООТ Организация Объединенных Теоретиков Президент Игорь Там Вице-президент Боголюбов Сахаров На объекте Боголюбов Делал работы По тематике Объекта Но большую часть Времени Он открыто Использовал На научную работу Не имеющую Отношения К объекту И все же Жизнь в изоляции Диктовала Свои условия Работу Фрёлиха Он пропустил Вот если бы Он работу Фрёлиха Знал В это время То фактически Используя Свои методы Он бы Создал Теорию Сверхпроводимы Раньше Не в 58 Году А значит Вот Где-то В начале 50-х Году Что любопытно Что поскольку Объект был Закрытый Секретный То и Отчеты Которые 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 Писал Николай Николаевич Были Секретные И они Рассекречены Были Только Вот Несколько Лет Назад Ну 50 лет Там Срок Секретности И вот Оказалось Что Многие Результаты Подключены Другими Авторами КГБ Обязало Правомерного Физика В 24 Часа Покинуть Объект В защиту Выступили Там И Боголюбов Который Как оказалось Знал Иврит И мог Часами Беседовать О философии Религии Иудаизме Их 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 Он Был Велигиозный Человек И даже За Несколько Лет До Смерти Он Сказал Одному Из своих Учеников А тот Передал Мне Ну Так Получилось Как бы Под Настроение Он Уже Немного Прихваривал И как То Так О смерти Он Будущей Не Говорил Практически Никогда А тут Как-то Так К слову Пришлось Он Говорит Вот Когда Я Помру Именно Не умру А так Снижено Когда Я Помру И будут Спрашивать Про Меня То Вы Можете Сказать Что Он Был Христианин И Кроме Того Был Человеком Незловредным Николай Николаевич Никогда Не скрывал Но И не Афишировал Свою Религиозность По Возможности Ходил В церковь К обедни Или Вечерни Читал Библию Отстоял Для верующих Дубнинскую Церковь После Восстановления В ней Хотели Открыть Концертный Зал Академик Боголюбов Сказал Что Храм Должен Принадлежать Верующим Людям Как Можно В храме Делать Какие Концертные Залы И Его Слова Конечно Были Одним Из Таких Весомых Аргументов Мысли О Боге Стремление Понять Его Привели К осознанию Единства Всего Сущего Еще В юности Он увлекся Физикой Физики Математик В нем Дополняли Друг Друг Физик Определял Задачу А математик Разрабатывал Метод Как ее Решить Теория Поля Которой Он занимался Всю Жизнь Это по сути Изучение Материи Его Работы По квантовой Теории Поля Стали Классическими Боголюбов Впервые Была Введена Новая Физическая Характеристика Получившая Название Цвет Кварка Это Понятие Стало Одним Из Основных В теории Взаимодействия Элементарных Частиц Но Одному Богу Известно Как трудно Ему было Уходить От кирпичика В мироздание Как он Называл Элементарные Частицы К обычным Строительным Кирпичам Например Вот он Не собирался Быть Директором Дубной Но его Вызвали В Центральный Комитет Партии И очень Попросили Что именно Ну и Это нужно было Для дела Потому что Крупнейший Ученый Должен был Возглавлять Объемный Институт Ядерных Исследований Ну такого В странах Демократии Равноценного Николая Николаевича Конечно не было Поэтому Ясно что Николай Николаевич Не мог отказаться 35 лет Боголюбов Был директором Объединенного Института Ядерных Исследований В Дубне Это было Счастливое Время Институт Получил Вычислительный Центр Оснастился Новыми Ускорительными И экспериментальными Установками Создавалась Мощная База Для исследований Кроме того Он продолжал Заведовать Кафедрой В МГУ Осуществил Одну Из своих Давних Идей Открыл В Киеве Институт Теоретической Физики При всей Гигантской Занятости Оставался Жизнелюбом Виски Сигары Особенно Удовлетворяли Его эстетический Вкус И он С удовольствием Приобщал К этому Учеников Например Где-нибудь В гостях У зарубежных Коллег Хозяева Сигары Принесли Николай Николаевич А Виталий Почему сигары Николай Николаевич Так я никогда Как бы Николай Ничего Сейчас я вам Расскажу Я покажу Как Значит Показал Как Сигары Надо там Подогревать Спичкой Или там Зажигалкой По длине Как надо Обрезать Все Ну вот Я попробовал И закулил Он так Смотрел на меня Довольно Долго А потом Сказал Одно Из самых Приятных Зрелищ На свете Это зрелище Павшего Падшего Праведника Одним Из самых Главных Его результатов Является Концепция Которая Имеет Мировоззренческое Значение Это Спонтанное Нарушение Симметрии Вся Природа Основана На симметрии Под словом Симметрия Понимается Законы Природы Спонтанное Или Самопроизвольное Нарушение Этих Законов Является Крайне Важным Принципом То есть Мы живем Не в фатально Обусловленном мире В нем Какие-то вещи Происходят Изменяются Сами по себе Возникают Отклонения Флуктуации Вот эти Нарушения Симметрии Вот этот Принцип Который Математически Николай Николаевич Был Разработан И выдвинут Сейчас Собственно говоря Лежит В основе Понимания Того Что происходит И в микромире В элементарных Частицах Плазмы И так далее И в космосе Без Спонтанного Нарушения Симметрии Наше представление О мире Было бы Просто неправильным Ложным Механистическим Боголюбов Выдвинул Этот принцип И разработал Несколько Математических Аппаратов Которые Используются И будут Использоваться Всегда Но Нобелевскую Премию За спонтанное Нарушение Симметрии Получили Другие Ученые Выходит Что Боголюбова Эта премия Обошла Дважды Рассказывают Что ему Она была Присуждена На определенном Этапе Его уже Поздравили Но к сожалению На следующий день По каким-то Причинам Видимо Связанным Тогда С международной Обстановкой Или С какими-то Другими Процессами Ну Не имеющим Отношения К науке К сожалению Эту премию Ему не присудили Считаю Что Николай Николаевич Абсолютно Был достоин Этой премии И это Был бы Тот случай Когда премия Присуждена Математику Хотя Она Не присуждается Математику По статусу Но За работы В Теоретической Физики И Вот Таких работ Больше Вот Мы не видели Наверное Это было бы Украшением Вот этой Плеяды Нобелевских Лауреатов В конце концов Есть Нобелевская Премия А есть И имя Когда Когда Говоришь Что Это Боголюбов Не надо Говорить Нобелевский Лауреат Сталинский Лауреат Ленинский Лауреат Это Боголюбов Имя Боголюбов Глубоко В этом Обещан Выше Всех Наград Он не был Обделен Наградами И на юбилеи Всегда Надевал Две Звезды Героя Социалистического Труда Один Из учеников Написал О нем Так Боголюбов Был Колоссально Добр Соединение В одной Личности Великого Ума И Великой Доброты Вот Истинное Торжество Замысла Божьего Под Этой Крышей В дни Его Рождения Собиралась Вся его Семья Из Киева Приезжал Средний Брат Алексей Академик Историк Науки Из Ленинграда Младший Михаил Академик Лингвист Три брата Алексей Николаевич Он всегда находился С огромным Тяжеледенным Портфелем Этот портфель Было невозможно Поднять Да Всегда С книгами Полно В любой Обстановке Михаил Николаевич Он носит Иногда Маленькую Бабочку Легкую А Николай Николаевич Он никогда Никогда Не носил Я его Каждый год Он приезжал В Нижний Новгород Гулял По набережной А на Покровку Где установили Бюст По случаю Получения Второй звезды Героя Заходить Не любил Он продолжал Все время Придумывать Формулы Математика Была его Образом Жизни Три брата Написали Очерк об отце Любовь к родителям Они пронесли Через всю жизнь А потом Алексей Написал Книгу О старшим Брате Которым Гордиться Весь род Боголюбов Фамилия Этих людей Боголюбовы И можно понять Что Бог Любит Этот род Либо Они любят Бога Фраги Господи Судьбе Было угодно Что ровно В день рождения Николая Николаевича 21 августа В семье Появилась Правнушка Ася Род Продолжает Меня зовут Даша Ну ты что А пол Сделал Настасья Девна Редактор субтитров